значит прежде чем мы что-либо здесь предпримем мы с тобой возьмем значит здесь у нас разбавитель для масляной красок кисточку там не моем не промахиваем только берем жидкость взял жидкость взял белильца взял коричневиться и чуть-чуть голубиница вот такая умбристая грязца то есть слово умбра ты ее замешал теперь из тряпочки сделаешь фигушку рабочий инструмент это вот такая и весь наш холстичек припачкаешь сухонько вот так припачкаешь вот этим цветом будешь набирать будешь добавлять и пачкать дальше то есть делаешь вот эту мглистую пустоту подливать будешь немножко влаги чтобы она не сильно сухостью своей сопротивлялась и продолжать уничтожать березну холста не сухо то есть ты видишь то есть вроде бы сухо но не не оставляю вот этой прогрессе запечатываю все вот такую меру соблюсти везде когда ты набрал возьмешь коричневости розовости причем на палец живопись отличается от фотографии тем что она штрихует очень часто и вообще рисунок отличается от фотографий те пятна которые ты видишь вот такими действиями по идее художник бы взял кисть для того чтобы это набрать но лучше в нашем случае нашем с тобой случае новичка поступить вот таким образом пересчет этих пятен осуществить причем штриховательно пусть все пространство с которым ты будешь работать будет с этой рябью штриха оно уже формируется как некая художественная среда не затертая не замалюканная а художественная и палец в этом смысле посмотри как эффективен как он весело это делает кисть в отличие от пальцев накидает лишней краски нам нужно обойти сейчас без лишней краски ты видишь втирательное штрихование не дает лишней краски саму девочку обозначишь и вот все эти пятна которые пока относись к этому как пятна некоторые намеки только нарисую намеки которые еще будут поправляться уточняться прикольно значит наш вариант коричневятина коричневятину и краснятину не торопись причем не острием пальцев а лежачкой пальцем не торопись желтый только розовый так хорошо значит с учетом того что у нас чуть заужена фигура желательно наоборот расширить у нас как бы меньше на часть некую хотя здесь тоже не совсем подряд у нас как бы меньше меньше поэтому фигурка пусть приподнимется ладно давай по бокам раздвинем но все равно фигурка выше значительно выше белила пока не торопить гонять ненужный посадила на месте белил пока появится седина вытертого холста хорошо то есть не укладывать белила то есть вот темнилами и дальше пока попользоваться порисовать все в том числе и вот идею деревца этой пальмочки все все порисовать как будто у нас черно-белые возможности идею темности головы идею смуглости тельца тельца лучше штриховать по цилиндрику а по цилиндру это вот так здесь по цилиндрику и больше дымчаток не торопись очень конкретно рисовать вот допустим здесь темнота прямо посередине темнота отсекает свет на плече свет будешь доставать таким способом и ты видишь он вдруг приобретает свет когда мы вытираем почему-то всегда становится теплее можно конечно химию этого процесса выяснить обсудить рассудить ну так оно и есть коричневый сразу выходит вот в таком виде золотистым похожим образом поступишь и здесь и ты видишь тоже сразу золотистый цвет похожим образом светлые партии и здесь хорошо нависает над плечом а у тебя шея значит да подвинешь здесь тоже навстречу подвинешь и худее она чуть-чуть и здесь и здесь вот это движение хорошо тоже смотри куда уходит голова голова уходит вот это просто как бы продолжая наклон профиль нависает над плечом поэтому все немножко сдвинешь а укладки очень хорошие очень культурные очень хорошие в качестве еще одного способа укладки или скажем поиска рисунка такой способ вот такой можешь им тоже пользоваться самые светлые места вот так подрезывая палец туда палец оттуда и подрезывая сейчас элементы рисунка добываешь такие как вот смотри да такие как вот эти элементы намечки у нас вкладочки временно место белил потом конечно придут белилы но временно вот эти вот вот эти вот квадратноватые рубленные то есть мы как скульптор работаем давай у тебя все еще торчит где пальма смотрящая сюда почему она смотрит в разные стороны пальма смотрит вот сюда у нее висячий под собственной тяжестью характер вот этот характер нужно показать торчалки вниз вот он характер правда не вот этот куст тебе нравятся такие вещи ну а чего ты ее вдруг так придавил смотри взять ей голову приподнять от плеч с одной стороны живопись легка потому что она очевидна то есть мы делаем очевидные вещи то есть мы не делаем ничего сверхъестественного как в математике ну если мы видим что у девушки голова в плечах значит надо что-то взять и вытащить ее из плеч даже может быть на маленькую шеечку там нет шеечки вот а ты как бы не позаботился об этом вот вероятно все-таки поднимется и плечик так теперь будешь брать розовый желтый плюс коричневый будет такой янтарненький цвет и как кремчиком мерой вещества небольшой укладывая по цилиндру начнешь укладку теневых то есть есть то что на свету ты начнешь укладку теневых когда ты уложишь тени в пользу ну пока так в пользу белил и желтил цвет желтит обычно теневое тело краснит собственный цвет тела розовит краснит а свет желтит об этом стоит вспомнить и свет делать не только с белилами но и с желтилами даже если на фотоматериале допустим в данном случае это картина как материал а могла бы быть фотоматериал и обязательно надо помнить что свет несколько желтит укладываешь и свет и тоже по траектории траектории цилиндра все что ты укладываешь укладываешь по траектории цилиндров даже некоторый штрих пусть я сбил вот это обобщение обобщение сделал и появился чирк по окружности здесь какой-то рефлекс чик желтенький мигнул его тоже и тоже по возможности загнать штрешок похожим образом поступить по цилиндрам и здесь головочка больше розовит ты видишь ложишь ее с некоторой большей розовизной если бы ты такую же бы имел фотографию скорее всего здесь был бы чернявый цвет но художники делают этим пятном теневым настроение ягодки на свет ты согласен что есть ощущение некой прозрачности то есть не чернявостью художники создают идею ягодки на свет какой-то такой прозрачный характер ну вот как палец на свет или ушко на свет аж светится вот и художники такое вытворяют поэтому не с чернявость ну здесь это так оно и есть ну просто на будущее если будешь делать имею ввиду и какие-то там темноты до уложишь даже свет на волосах все это уложишь пока пальцем чтобы мера краски была минимальней вот если хочешь можешь могу стереть что ты сделал это сам все-таки там достаточно смуглое пятно красноты не хватает вот этой ягодки вот все равно перешел на серенький цвет вот несмотря на то что я изначально предупредил все равно перешел на серенький нет не страшно просто непонятно эта задача пока кажется непонятной что он там хочет вот после того как ты сделал серенькое а я сейчас снова верну красниночку такую персичек абрикосичек оно стало больше похоже на ягодку на свет правда? и это вкусно это прозрачно это вкусно это прозрачно это вкусно можно головочку в пространстве немножечко выделить за счет светлого который выходит туда наверх за счет темного который очерчивает снизу немножечко отделить и все таки плечико уходит в носик а у тебя и еще пока не уходит отделишь вернее подвинешь чуть чуть полузвуки ну во первых тоже цвета не хватает просто не хватает даже тонального содержания цвета тона и не хватает он как бы слишком призрача наполнит немножко веществом хорошо что меру соблюдаешь но чуть-чуть наполнит можешь среди прочего взять большую кисть и немножко пройтись ну скажем вот этими светиками по картине лежачей кистью рыхло отделить вот эти места светлые партии любят густую краску и ты видишь как она уместно садится густота это да вот свет здесь здесь но здесь просто все бережнее потому что тело а здесь можно ударить густотой краски смотри не закрашиваю а как бы прикрываю прикрываю приукладываю нет закрашенности правда и тоже так поступишь не закрашивая а укладывая красочку укладываю укладываю голубизны может быть сереневизны чуть-чуть чуть-чуть там чуть-чуть лежачая кисть она краску укладывает и укладывает очень культурно то есть вот если бы мы закрашивали было бы плотный скучный кусок а так рябушка рванность укладки она дает эффект пространства понашвыряешь эту рванность в тех местах где она просится обязательно постарайся лежачей кистью похожим образом и здесь и тоже вот прямо вот он чтобы показать даже рукотворный характер исполнения задачи да показать что это все человек сделал как бы закрашивал хотя на самом деле подштриховывал ну и все эти звуки которые там встречаются подпустишь подложишь ну гоняться там за каждым за размером каждого пятна не обязательно а приблизительно нашвыряю чем больше ты проявишь поступочности называется что это поступок а не робкая вот эти вот лежачая кисть умеет вытворять поступки вот оно вот оно легкое общение кисти и руки то есть они они валяют дурака то есть они не давай так не напряжены турмультур ничего не скажешь все очень умно развивай рисунок уточняй вытемняй усилляй да да и темные можешь кистью все пока мастихин отлично ты знаешь толком некуда здесь мастихином ну вот мы и так там чуть-чуть порезали но он больше как вспомогательный был если все такое грубо рваный рваный мазок нет он облизанный как раз хорошо красиво да рваный мазок лежачие кисти вот здесь это самое уместное очень хорошо давай как этюд это уже готовый этюд вот чуть-чуть мордочку ей под под украсить так она и уже и картина вполне вот эти вот вещи начни раздавать тоже с красниночкой чуть-чуть смотри какой я да аж аж красноту красноту о да темно темно немножко ломанный характер как бы мозаичный характер укладок хорошо чтоб это было лепка формы намечки бледноватые намечки на рисунок черт лица намечки на светик на носике намечки на светик на бровке светик несколько желтит поэтому с желтям бачкой если что помогай вот этим инструментом вот это настроение вот это настроение то есть личико вот по такой траектории двинулась к носику сейчас там мозаичной укладки то есть не растирочной а мозаичной чтоб прямо вот было ощущение что лепили хорошо чтоб было ощущение что лепили вот прямо где можно ломтик подсунуть так обязательно подсунуть ломтик то есть по всему телу пройтись да похожим образом и здесь то есть теперь когда у нас рисунок на месте мы можем позволить себе укладку более более густую и тоже немножко с идеей лепки то есть так как будто бы мы лепили глина пластилин немножко вот смотри трафаретный характер трафаретный характер вот эти вот настроения потом мы посмотрим может быть мы чуть-чуть вот эти вот сделаем настроение и оно их закруглится и собьется слишком агрессивно ломанный характер сотворим вот допустим вот такие вещи по форме но вначале немножко полет особенно конечно лепка пригодится вот здесь прямо ломтиками ломтиками то есть теперь когда все уже на местах когда мы видим теперь мы можем себе позволить густую краску накидал накидал всего всего что ты использовал накидал накидал ты видишь с маслицем то есть у тебя он будет уже скользковатый и теперь действуешь все тоже продолжаешь набор причем вот этот штриховательный мотив так как будто бы ты первый раз пишешь продолжаешь в том же духе но на масле потому что сухомятка разбавитель усилит только сухомятку везде везде пройтись везде порисовать буквально порисовать вот такими действиями наполнить содержание слишком оно там как бы все перемешано во все такая есть замешанность всего то есть вот каких-то звуков понимаешь чтобы это было не первый слой а немножко запутаннее давай шикарный кусок что там такое и не важно красиво да акцентики именно акцентно то есть не не рисовательно а акцентно что здесь хорошо сложненько все а здесь чуть-чуть не хватает добавить чуть-чуть может быть уплотнить белый на переднем плане все-таки вытащить его отделить да светлостью чуть-чуть уплотнить но тоже прозрачный характер укладки сохранить ну чуть-чуть уплотнить тракторного такого мазочка хочется тракторного вот такого согласен? он и прозрачен и плотен то есть странное невкусное вот здесь все вкусно а здесь невкусно вот такое вот такое хорошо? трубку трубку да и все не надо ничего может быть немножечко вещества краски краска высохла хоть и вчера писали может быть немножко дополнить румяностью смотри да поджечь ее сделать больше ягодкой на свет чуть-чуть чуть-чуть ее снабдить чтоб она вышла оттуда да потом можно как обозначить это я считаю запуск картина просто недорисована не это это дорисованная картина это эскизное этюдное письмо это не потому что она не дорисована он и не планировал дорисована он планировал дать эскизное письмо этюдное эскизное этюдное смотри чуть-чуть светика да вот и мы вчера кистью некоторую мозаику укладки делали ага и надо ее до осуществить то есть внятно светлее сиятельнее прямо разбил практически чистого желтого но однородный ход то есть не хватает там какого-то взбаламучения слишком уж они одинакового размера все мазочки и все устремились только в одном направлении а живопись любит хаос какой-то естественность поэтому я несколько сбиваю то что есть и вот теперь несколько мазочек и будет хорошо ты согласен? слишком много одинаковой соломки то есть какой-то жестик то есть расследование этих узлов все-таки достаточно все-таки вещи очевидные это не высшая математика чтобы с ней не справиться просто нужно проследить движение лица линии как ты прослеживал вот эти движения проследить не не впадать в панику перед тем что это это же портрет это же тело нет это все предметы натюрморта то есть ну как бы условно что они так же просты как яблоко просто к яблоку мы легкомысленно можем отнестись а тут понимаешь ли это же тело поэтому надо ошибки совершать какие-то а иначе что же мы все же не так легко легко просто нужно проследить ты согласен что проследил эту линию и нога ушла села туда та другая нога вышла из-под из-под руки честно говоря она здесь не подслуживается вот смотри нога вышла из-под руки вот щель между двумя ногами немножко у него это есть и у него это красивую меру вот надо научиться неприметным образом в том числе неприметным образом делать такие вещи потому что если бы он всю геометрию вырисовал бы все бы обводил внятно было бы довольно скучное пятно а так оно как бы как боковым зрением мы видим приблизительно вот эта приблизительность пятна здесь очень красивая надо научиться мыслить этими приблизительностями сам по себе этот ход он и уместен потому что многие вещи если мы смотрим сюда для нас это боковое зрение и вот мы должны показать это как бы боковым зрением как бы боковым зрением тень от руки упала на ту вторую ногу смотри вот я сейчас прочитываю и ты я думаю уже начинаешь понимать что там за узел да или все еще не очень различимы тебе уже различимы да когда я стал это прочитывать то есть в принципе вот такие вещи надо научиться читать сначала читать а потом самим такие создавать недопрописанные у него есть некоторая раз рассеянность света в этих местах посмотри он как нимбом то есть клубление света создал есть видишь его очень часто клубление света выручает рисунок то есть вместо того чтобы это касание делать как то по особому сложно вот это вот касание к фону он клублением света сделал его решенным вот оно там уходит улетает слишком соломенный мазок бегаем от него слишком много одинаковых вот этих палочек чисто училищный школьный подход шкалярный подход то есть при том что мазок конечно нужен но одинаковые мазки это скучно поэтому импровизируем где-то крупный где-то мелкий не устраиваем не устраиваем одинаковости ты понимаешь вот здесь так объективно посмотреть на человека вот не будет там такого цвета он его сознательно усиливает оно там только намеком он усилен но как оно прозвучало сразу правда его не следовало вообще класть равным свету то есть это это рефлекс это не свет а отраженный свет рефлекс поэтому ему быть равным вот этому пятну никак много краски ничего не слепилось да значит теперь сюда что не положи так и будет каша 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 опять ты волосы догнал до вот какой в этом смысл во-первых там есть темные волосы мутный темный пучок волос во-вторых там есть упавшая тень которая мы уже знаем желтит розовит то есть ошибки детские абсолютно детские почему когда мы их уже один раз прочли значит поскольку здесь нерабочие сбрил и снова укладываешь хорошо уже иначе краски будет много а толку мало укладывать сверху эти пятна складочек но мы хотя бы приблизительно подсунем их хотя бы просто подсунем чтобы некоторая прозрачность и опять же этот эффект ягодки на свет немножко произошел потому что и здесь она красиво чтобы она просвечивалась хотя одежда явно не из тех которые просвечиваются ну там закрывает немножечко не дозакрасил и это красиво а мы просто подсунем эти цветики иначе есть некоторая вырезанность одного цветового решения и другого без этого рыжего они не сгармонизируют хороший ход в решении складок это ломанный характер складок ломанный причем посмотри какой вот так не просто по фигуре а еще и вот с такими да как бы вот вот на палитре если вы в камеру посмотрите вот такой характер складок вот такой ломанный складок очень часто то есть это не гнутые только линии а вкусно их укладывать вот так шестеренчато и мы видим целый ряд этих у него решений такого характера прямо ломанный не не просто проволочками а ломаные линии то есть ты видишь сколько вещей ну мы хотели вот поскорее ее закончить да сколько вещей можно еще узнать в процессе выписывания на самом деле двигаться первый сеанс очень легко сложно потом что писать как писать и когда мы знаем вот допустим куда двигаться когда речь идет о складках ну таки мы царствуем на холсте ломанный характер есть там такое да и красиво это ж красиво намека на круглость у него действительно по костылю у него да у него действительно по костылю идут мазочки но опытные художники могут себе позволить штрих не по форме но ты до поры себе это все-таки не очень позволяет ну и все-таки в основном и опытные тоже работают по форме действительно вот сейчас ты обнаружил что есть выпуклость есть вот эта вот мышца что есть выпуклость и вот этого места то есть она не ровная как под линейку и нет обрисованности внизу у него он не стал заострять внимание на этом пятне и ты видишь это даст это очень выгодно и там скорее всего когда он срисовывал с натуры было похожим образом немножко поподсунул легких рефлексиков и рефлексов светлого и рефлексов темного здесь я потом сделаю трапецию наверное сужается ну да ага хотя у него не сильно то и сужается у него как раз наоборот расширяется очерчилось чуть-чуть опять это вот смотри махра света то есть клубление света над освещенной поверхностью помним о таком существу о существовании такого такого явления как клубление правда и оно сразу хочет закруглиться не вырезанное из бумажки а закругляющиеся здесь маленький полутон который тоже закругляет вот есть у него просто он подглядывал у натуры мы подглядываем у него идея архитектуры лопаточки теплая она чего ты ее такую холодную сделал теплого цвета он в этом месте стальная везде телесная а здесь стальная ну что отмучились а вот это вот это что поправить ага вот 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 вот